Новые объекты морской инфраструктуры журналистам показали со шпиля морвокзала. Отсюда просматриваются все новые, отремонтированные и вновь введенные в строй объекты. Руизный терминал, яхтенная марина, новые причалы. Когда-то сочинский морпорт обслуживал более 4 миллионов пассажиров. В 90-х годах пассажирские перевозки прекратились. Сегодня морпорт – снова международный морской центр. Все соответствует европейским требованиям. Это достаточно серьезные такие строительные работы и вложения. Я думаю, что оно со временем принесет свои плоды, окупится. Но главное то, что город и порт превратился в настоящую круизную гавань, в которой могут сейчас зайти суда до 300 метров и порядка 3-4 судов. Порядка 3-5 тысяч пассажиров на каждом судне. Это же такое раньше было. Нет. Пассажиропоток таким путем явно увеличился. Приток туристов ощущается уже сегодня. Только накануне в наш город по морю прибыло 600 человек. Все больше олимпийской столицы интересуются круизные фирмы. Если в прошлом году в сочинский порт зашло 27 судов, то в этом ожидается 52. И это только официально заявленные. Цифра наверняка еще изменится. Есть желающие обслуживать и Крымско-Кавказскую линию. На фоне столь масштабной реконструкции планируется в этом году и расширение сочинского флота. Сделано все, отмечают сотрудники порта. Осталось возобновить столь востребованное в былые годы пригородное сообщение между городскими портопунктами. Обновляется и само здание Мурвокзала. Правда, кое-где еще стоят строительные леса. Так называемая профилактика еще не закончилась. Полностью обновленное историческое здание перед сочинцами и гостями курорта предстанет 6 июля, в день морского флота. К этой же дате приурочат и 80-летие морского порта Сочи.